Это что-то страшное какое-то. Дюшес с чесноком. Ужас. Любочка Плещук тоже обожал чеснок. Верочка Васильева, Аленочка Яковлева. Вот они все чесночницы, но знают, что это чаевата. Когда начальник пахнет чесноком, от бабы увольнение. От мужика водкой, от бабы чесноком. А вот так от мужика водкой нельзя? Это странно, неочередно такое слушать. Самому никогда не приходилось? Нет, я не ханжаю, я не могу. Есть артисты, вот покойные, все. Мой ребенок терпеть не может, как я говорю, на непокойный. А что делать, когда все на непокойный? Короче говоря, на непокойный Игорь Васильевич Яковлев, гениальный артист. Он никогда без чуть-чуть коньячку, при его замечательном бархатном тембре, тембр опускался, бархатный, и он играл. Смотрите мне, на спинку, пожалуйста. Ну, пожалуйста, что вам трудно, что ли? Не хотите, как хотите. Есть такие артисты, которые могут, я, к сожалению, не могу, не потому что, у меня начинает что-то с операцией. Вот поэтому я судорожно дожидаюсь конца спектакля. Это, чтобы тебя поддержать спокойно, покойный Шалевич говорил про покойного Яковлева на репетиции. Кто-то там на него, а вот Яковлев говорит, а что Юрке-то, он свой страдивари включил, и все, и работает. А я знаю, что родители вас рано стали приучать, ли никотин. По-моему, был подарок, блок сигарет. Да, это было такое. Зажигалка, сколько лет было? Было мне лет 16. Грянул мой день рождения. Видно, подарить было совершенно нечего. Поэтому, когда я утром проснулся, на буфете, никого дома не было, лежал блок сигарет иностранных и зажигалка. И типа, это подарок. Ну, я курил уже лет 10 к этому моменту, и к 16. Ну да. Как только он бросил пить, он тоже закурил. Самое страшное, что я решил, что это все. Я вечером, когда они пришли, я достаю сигарету и закуриваю. И получаю, как всегда. Нет, от отца, от дарителя. Мама же сказала, что он не ханжа. Вот это явная демонстрация. Я считаю, что достаточно обидно было, наверное, читать книгу вашему сыну. Потому что там просто совершенно прямым текстом сказано, что хотел дочь. Сейчас поздно об этом говорить, потому что сейчас же принято, можно сделать из мужика бабу. Ну, не до такой степени, чтобы я к тебе пошел навстречу. Не потому, что у тебя появилась дочь. Поздно, поздно. Тебе поздно просто. Нормально, для этого никогда не поздно. Ну, обидно было? Нет. Так как эта байка возникла, когда мне было уже лет 25. А, вот так вот, да? Да, тут не особо обидно. У нас даже есть фотографии, которых, я думаю, может быть, даже не видел ваш родитель. Вы знаете эту фотографию? Я знаю эту женщину. А, вы знаете эту женщину? Фотографию такую видели? Да, фотографию такую я не уверен, что я помню. Это моя бабушка, моя главная подруга в жизни. Да. С которой я действительно дружил. У меня папа артист, мама архитектор. Надо врать. Меня зовут Константин Сергеевич Станиславский. Это мой друг, Немирович Данченко. Да. Я вот, чё это, права, слыхала. Ну, это естественно. Только вы более молодой. И когда заканчивался спектакль, было две реплики. Ты видели, да? Бабка. Да, да. Сразу видели, да? Да, естественно, она как свет в окружении. Это филармония, да. Не видели, да, эту фотографию? Это мы вот для вас... Молодцы, молодцы. Когда заканчивался спектакль, было два возможных звонка папы-маме. Два варианта было. Будь в напряжении. Это значит, я сейчас заеду, и мы едем куда-то. Или это я очень любил. Сервируй. Это значит, сейчас приедет пол театра выпивать. Но если в напряжении, и папа приезжал в 10 вечера, забирал мамашу, и они уезжали. А мы уже с бабкой, как две мертвых лисы, мы лежали, прикинувшись. Как только захлопал зверь, я говорю, вставай. Она еще была слепая, но такая тусовщица. И мы шли на кухню. Тогда еще пили чай, какие-то блины. Ну, то есть мы отрывались по полной программе. Потом, когда я уже стал повзрослее, приходили уже мои сознательные друзья и подруги, уже мы стали выпивать. Сколько они украли у нас напитки? Все приносили с собой. Ну, не что там украли. Все обрабатывали. Только что на этом месте у меня стояла ладья, а теперь ее нет. Нет? Значит, не было. Не было, была. Я ее выиграл. Тогда, на каком ходу. Если хотите сдаться, так скажите, что у меня... Приветствую вас, друзья и недорогие. Вот этот формат, когда в гости приходишь человек, он и плох, и хорош одновременно. С одной стороны, очевидный минус, потому что, если тебя пригласили позавтракать, то не с руки задавать неудобные вопросы. Ну, так просто не делается. Ну, то есть можно, конечно, включить. Но такой проект долго не протянет. А плюсы тоже есть, потому что, если тебя угощают, и ты ешь с аппенитом, или выпиваешь, как вот с Александром Шириндом, бутылку водки уговорили до начала латора, то твой собеседник сам может сделать какую-то подачу и рассказать о чем-нибудь, о том, о чем раньше я рассказывал. Спасибо!